Здравствуйте, дорогие друзья! Как вы понимаете, дела выглядят достаточно скверно. И я думаю, вы уже прекрасно поняли, почему. Но если вдруг нет, то... Возможно, после того, что вы только что увидите, вы спросите две вещи. Первая вещь... Почему-то такая свинья. И вещь номер два... Кажется, в моей комнате не так уж и насрана. Я просто не верю, что есть человек, у которого в комнате насрано более, чем у меня. Более, чем у меня? Сильнее, чем у меня. Поэтому задача данного прекрасного видео будет разобрать все мои косметические завалы, сделать полную разгруппировку, переразгруппировку, чего вообще я нафармила за эти полгода, потому что именно ровно столько времени назад я делала последнюю мою уборку в моем косметическом столике. Ну и, конечно же, я тоже покажу вам, что у меня нового появилось, что я буду выбрасывать, что я буду раздавать друзьям. Короче говоря, давайте, ребята, начнем убираться, потому что иначе, мне кажется, я буквально потону в моей грязи. Мне кажется, что я должна быть в худоке, ешь грязь. Прежде чем приступить к масштабной уборке, я предлагаю сделать хотя бы небольшой порядок. Как минимум застелить кровать. И как минимум убрать весь хлам, который находится здесь везде, чтобы было не так насрано. Это же какой-то кошмар! Так-то по-хорошему, вот эту вот замечательную одежду тоже перебрать надо. Здесь у меня висят несколько одеяний из косплей костюмов, потом у меня используемая самая частая моя одежда, и с этой стороны у меня самые часто используемые мои сумки. Все знают, что это легендарная сумка, кто подписан на мой инстаграм, потому что, короче, я очень сильно мечтала про этот брелок. Этот брелок это самая главная ценность, и я не могла под него долго подобрать сумку. А вот эту сумку я покупала для того, чтобы идти на косплей и вечеринку на Хэллоуин. Ну, типа просто, да. В принципе, дело уже обстоит лучше, и совсем скоро мы придем к разбору косметического столика. Осталось только дособрать всю косметику, которая валяется на полу. Просто не понимаю, почему, почему здесь везде такой кошмар. Кстати говоря, вот эта штука ужасно неудобная. Я хочу нахрен ее выкинуть, потому что она меня прям бесит. Я поняла, что мне негде особо хранить мою косметику, потому что все, в противном случае, если не хранить ее, вот, наверное, на этих стеллажах превращается в то, что вы видели ранее, поэтому хочу эту штуку перевернуть сейчас. Ребят, я просто все угандошила. Это полная хуэрга, потому что, да, это царапины, да, хрен поймите, с ними теперь делать, отлично, я молодец. Нет, мне все-таки не нравится, я буду менять обратно. Ты тоже ни хрена не понимаешь, да? Я тоже ничего не понимаю. Продолжаем. Что ж, друзья, медленно, наверное, мы с вами подошли к этому моменту, когда начнем разбирать мою косметику. Для начала предлагаю разобраться с кистями, половину выкинуть, половину помыть и вообще понять, что с ними делать. Это определенное мракобесие, надо избавиться от большей части всего этого, потому что на сухих реально очень много. Вот в эту коробку я буду класть кисти, которые мне не нужны, но, возможно, кому-то из друзей понадобятся. Ну, типа, я не знаю, может быть, кто-то видит что-то такого, чтобы отдать свою воушную кисть, но мне, честно, кажется, что кисть, которую я особо не использовала, которую я просто открыла, и отдать ее какой-то подруге, это норма. Я не знаю. Как бы вы к этому отнеслись? Мне кажется, норма. Ну, то есть, я бы не побрезгала, и мои подруги не побрезгали, но мне интересно послушать ваше мнение, потому что, может быть, кому-то это кажется странным, но мне кажется, норм. Вот, соответственно, в мусорный пакет отправляется мусор, ну, и все остальное, что я оставлю, а я хочу оставить по самому минимуму то, что использую, будет отправлено в мытье. Давайте разбираться. Так, вот эта куча отправляется, друзья. Закрываем. Здесь будут кисти. А эта куча отправляется в мытье. Вот не иронично, но вот то, что здесь осталось, но здесь не только косметика, видите, здесь попадали всякие подводки, вот этим всем я прям пользуюсь, то есть, это я использую, у меня тут видно, что все кисти, они как бы, ну, все измпачканы, и не потому, что я свинота. Кисти, кстати, я мой участок. Но фраза не потому, что я свинота была смешной. Ха. У меня скопилось очень много нераспакованной косметики. Ее скопилось настолько много, что я даже не хочу ее себе распаковывать, не хочу ее лишний раз смотреть, по одной простой причине, потому что у меня реально косметики очень много. И сейчас я хочу буквально разобрать все, что есть в моем косметическом столе, что лежит там, что лежит у меня, например, здесь. Это все абсолютно нераспакованная косметика, и это жесть. Сейчас из вот этого вот я разложу тут немного по коробочкам, что пойдет на Новый год, что пойдет отдельно к каким-то конкретным друзьям, так что эта малая часть сейчас распакуем. Кому-то достанется косметичка. В этой коробке останутся какие-то вещи, которые я пока не знаю, кому отдать, но выбрасывать жалко, поэтому будут здесь. А в эту коробку я буду класть вещи, которые я принесу на Новый год на одну из тусовок, на которые я буду... Ну, к друзьям, я имею в виду. И мы устроим что-то вроде тайного Санты, только с косметикой, которая будет здесь. Ну, это просто то, что я не знаю, кому нужно раздать, но нужно раздать, иначе это просто все умрет, поэтому вот кому-то из моей компании друзей очень мне повезет. Постепенно переходим к проклятой зоне. Кстати говоря, мой бьюти-бокс, представляете, я даже друзьям не могу раздать на воду бьюти-бокс. Единственное, которое у меня есть, это вот этот вот. Это один единственный бьюти-бокс, который у меня остался, и я его отдам одной из моих подруг. Вот, так что даже в этом году я не могу моим друзьям расправить, ой, раздать эти бьюти-боксы, просто потому что реально скупили буквально все меньше, чем за сутки, и я такая, вау, вау. Хочу вообще по максимуму избавиться от всего, что у меня есть, потому что мне скоро переезжать, и я не хочу все тащить с собой в новое жилье. Вот, давайте прямо по уровням начнем. Вы уже прекрасно поняли, что все самое нужное, это все равно нифига не мало. Боже мой, я нашла маски, ребята, охренеть, это японские маски. И это розовые маски, вы себе не представляете, как дорого это херь стоило в Японии. Мы 3 тысячи отдали за эти маски, а они у меня, оказывается, туда свалили. Капец, ну все, теперь у меня есть розовые пафосные маски. Одна коробка на рождественские всякие наши игрищи полностью забитая. Вот она какая большая, практически размером с эту полку. Вторая вот эта вот фигня тоже полностью забитая. Тут просто тоже всем будем все раздавать. На Новый год надо какие-то прикольные игры придумать. И это не до конца забитое, но все еще впереди. Тоже все на раздачу. Когда я снимала это видео весной, я думала, блин, у меня недостаточно друзей, чтобы всем все раздавать. С того момента в моей жизни появилось очень много новых людей. Прям очень много новых людей. И все равно этого мало, чтобы раздать всем косметику. Я нашла косметичку. Думала, тут много косметики. Открываю, а здесь, блин, косметика с распаковки детских адвент-календарей. Ну что ж, это помойка. Нашла вот эти вот ногти. Я показывала их в видео, где я пробовала делать макияж Эльзи в реальной жизни, современной. И тогда у меня были наручные дурацкие ногти, и я не могла их померить. Зато померяем сейчас. Если что, под этим же видео я указала ссылку на сайт, с которого я все время заказываю себе корейские всякие штуки. Так что гляньте, потому что это самый огромный сайт, реально. Ну там под этим видео есть ссылка, когда это досмотрите. А значит, чтобы сделать эти ногти, нужно сначала воспользоваться тем, что в этом наборчике есть. Пользуюсь им вот этой вот штукой. У меня просто подруга когда в Корее были делала. Подпиливать свои ногти я не буду, потому что там уже нечего пилить, после того, как я дома решила самонарачивание снять. И теперь просто берем то, что у нас здесь имеется, и по нужному размеру расклеиваем на пальчике. Прижимаем. И в конечном итоге это будет выглядеть вот так вот. Когда оно полностью схватится, оно вроде бы и должно долго держаться. Что ж, вот так вот это выглядит. Одну руку наклеила, сейчас я быстро закончу вторую. Ну, и вот что получилось. Принесла еще одну коробку вот в такую вот огромную. Будем продолжать сейчас распаковывать все это добро. Хотя, знаете, нет, вот эту полку я не буду трогать, потому что эта полка может мне понадобиться для всяких невозможных видео, типа, ну, когда я лисоса или в качестве наград, то есть, ну, какая-то косметика у меня в любом случае должна остаться. Так что это мы и останемся здесь. Давайте выше посмотрим, что можно отсюда раздать людям. Погнали! Все, что, короче, не открыто, абсолютно все, что у меня будет не открыто во всех вот этих вот штуках, все из этого я буду раздавать. А старое нужно повыкидывать, так что мне нужен пакет с помойкой. Это вообще этому уже 100 лет, оно уже ужасно убитое, все в помойку. Это в помойку. Этим я не пользуюсь, это в помойку. Так, ну, в этом разделе у меня основные сессоры, по этому делу я их все ношу, но также у меня здесь есть анимешные значки, и у меня как раз будет одна из моих тусовок на Новый год с анимешниками, поэтому я, пожалуй, положу это в эту корзину. Понятно, зачем-то даже в теории нужно арте кастойеров, но пусть будет. Еще я вижу здесь косметичку, она не используется, поэтому, по-моему, она будет нужнее, чем мне. О, это, наверное, один из самых приличных разделов. Здесь, в принципе, вообще ничего такого нет. Единственное, что отсюда можно вытащить, это вот эта вот штука для притеп, потому что я ей, очевидно, не пользуюсь. Остальное мне нужно. А нет, ладно, еще вот это для... Ай, она упала! Еще вот это вот для кудрявых волос надо. На верхушке этого всего тоже не мешало бы разобраться. Но здесь, короче, у меня в основном стоят духи. И проблема в том, что я духами практически не пользуюсь. Единственное, я придумала решение для себя, чтобы пользоваться духами. Они не тухли, хотя я не уверена, что духи тухнут. Я, короче, их просто в машину выкладываю. В машине, когда я еду, стою в пробке, я просто пшикаю в машину, чтобы пахло, ну, как будто дезодорант. И зато все, кто заходит ко мне в машину, теперь такие, ой, а у тебя в точке приятно пахнет, поэтому это все, наверное, ну, есть смысл вынести в машину за исключением одних-двух духов. Просто дохренища всего. Используется, по-моему, только вот BTS используется, агент-провокатор используется. И вроде как я еще иногда использую вот эти и вот эти. Но эти я использую только потому, что, блин, они по-дуратке выглядят, и мне нравятся. Коротко о том, как я подбираю то, чем я буду пользоваться. О, вот это вот дорого, ну, нафиг это не надо. А вот это какая-то хуэрга непонятная, стоит три копейки, но выглядит в срату, я буду использовать. Ну, в принципе, о чем вообще говорить-то? По-хорошему, тут, конечно, надо начать с того, что убрать все штуки для волос сюда, тем более, что место есть, потому что они меня прям триггерят. Все убираю сюда. Единственный раздел, за который мне не стыдно. Я поняла, что у меня здесь лежит бритва. Ювелирка, пинцет и бритва, блин. Почему здесь бритва, господи? А, ладно, я вспомнила, я парик брила. Замечательно. Мне, по идее, нужен раздел для тела. Где я буду строить раздел для тела? Ну, наверное, устрою раздел для тела здесь, потому что здесь, кроме денег, таких-то странных вот этих вот штук, ничего нет. Заодно и выкину вот эту вот фигню. Если кому-то понадобится, заберет себе. Ладно, с этой частью разобралась. Здесь у меня, кстати, вот эта вот куча вещей, это то, что на подарки идут, но конкретным людям, видите, у меня здесь все подписано. Это тому, это всему. Вот, так что это пока остается здесь, пока коробки не куплю. А это, ну, в принципе, плюс-минус нормально уже адекватно выглядит. Давайте включим подсветку, чтобы было красиво. Работает, не хочет выбрасываться. А вот это вот надо выкинуть, потому что это мне, очевидно, не нужно. Идем ко второму шкафу. И здесь у нас катастрофа. Ну, насколько я помню, это один из самых нужных штук. Но вот это вот нафиг выкину, все, что не используется, выбросим безжалостно. Пока в этой коробке все выглядит не густо, но это только пока. А это уже полностью, кажется, добилось. Блин, зимой так неудобно снимать. Конечно, понятно, что это видео снимаю очень долго, хотя вам кажется, что прошло всего, ну, наверное, сколько минут, 5 или 7. По факту я занимаюсь этим где-то с 10 утра, а сейчас часов 6. Да. В общем, пока мне надоело разбирать эту штуку, давайте переступим к другой, потому что к этому еще вернемся, ибо я немножечко устала от вот этой вот фигни. Надо разобраться вот с этой вот штукой. Я хочу полностью ее пересмотреть, потому что, смотрите, сейчас какая здесь ситуация. Здесь сейчас просто полный хаос, а это основная моя площадка, где я больше всего работаю, где я больше всего всего делаю. И изначально у меня был концепт, что сюда я буду складывать мои тональники, но по факту я пользуюсь, ну, я не знаю, сколько у меня средств, которыми я регулярно пользуюсь, штук 5-6, все остальное, это просто ненужный мне хлам, поэтому нужно разобраться и сейчас все сюда повыкидывать. Так же, как и со вторым разделом, и с третьим. Короче, надо оставить все самое нужное, а это все нафиг. Просто сейчас вообще все отсюда достану, а потом уже буду распределять. Вот эта гора продукции, это тональники, которые были только там, а у меня еще тональники стоят здесь, здесь, где-то там на полу, и еще где-то тут на полу валяются. В эту коробку пойдет то, что в дар, туда пойдет мусор, и то, что я поставлю обратно, это то, что я буду использовать, вот туда. Кушон совершенно новый, я не помню, для чего я его открывала, но здесь не хватает этой штуки. Мне для чего-то срочно понадобилось, поэтому, я думаю, никто не убедится, если мы возьмем резервную такую пудню и положим ее, скажем, отсюда. Вот. Считаю, что полноценный новый кушон кому-то достанется корейский. Я еще не закончила, но так выглядит мое понимание того, что мне нужно. Но по факту здесь большинство средств открытых, и я их действительно использую, то есть не иронично, вот эта вся куча вещей, это используется, блин. Просто кошмар, как я раньше жила с одним тоном, одним консилером. Я мамкин хулиган, у меня есть самокат. Мне очень хочется сделать эту кучу меньше, но я не понимаю, как, потому что здесь, во-первых, и консилеры, и базы, и вообще все, что связано так или иначе с макияжем лица, и плюс здесь очень много средств, которые я не могу просто выбросить, это типа вот этого вот, потому что это сняли с продажи, а это мой самый любимый тонак, и как бы логично, что я хочу им пользоваться, но я не знаю, и количество все равно того, что осталось меня пугать, наверное, то, что я вон уже целый, опять, смотрите, какой огромный и тяжелый, навыбрасывала. Ладно, ничего не остается, придется это все перегруппировать и ставить обратно. Хотела приступить к второму отделу, добавим, я за спойлеру, там сейчас какое мракобесие, в основном тут валяются мои накладные ресницы и всякие странные штуки, но ладно, кстати, вот это был дерьмо, на другую нас пользуюсь, я слышно, пока я не забыла. Но я вспомнила, что у меня еще стоит вот эта вот ерунда, которая меня прям сильно бесит и мешает мне в съемках, сейчас сначала давайте ее туда разберем. На самом деле, эта штука, она абсолютно неплохая, единственное, что мне в ней очень сильно не нравится, то, что она очень тяжелая и очень шаткая конструкция, в том плане, я не могу ее просто взять, например, как вот эту тумбу, как вот ту тумбу, с которой только что мы разбирали тонаки, не могу ее сдвинуть, и поэтому мне это очень неудобно, все постоянно валится, плюс у меня кот подходит, иногда вот так вот лапой делает, все крутится, это все на полу, как следствие на полу, у меня полный срач, вечный, проманентный, поэтому я решила от нее избавиться, хотя в целом, мне кажется, она достаточно удобная, я видела, что у некоторых моих друзей такая штука есть, они на нее не бомбят, но я бомблю. А теперь разбираем то, что было здесь, и здесь тоже всего до хрена, да, до хрена всего реально. Я поняла, что даже несмотря на то, что у меня друзей супер-мега много, этого даже для них будет слишком перебор, как дофига, поэтому я решила одну коробку, вот эту вот огромную, ну естественно, с нераскрытой косметикой, если там косметика BTS будет, я решила отдать ее Скрипяку, кто не знает, Скрипяк, это канал моего мужа, он типа летсплей канал, как будто телек есть канал, так у него тоже есть канал, и он регулярно на выходных делает стримы, недавно они разыгрывали инстакс там, по-моему, и сейчас я поняла, что в принципе он может разыграть всю мою косметику для своих подписчиков, так что подписывайтесь, смотрите его стримы, и во время стримов будут розыгрыши. Какие там будут условия, я не знаю, я просто отдам ему эту косметику, а он пусть сам с ней разбирается, вам будет приятно, и поможем ему, кстати, может быть, осуществить его мечту достаточно догнать до Нового года, но я не уверена, что это получится, но если получится, он будет счастлив, я буду счастлива, и люди, которые будут получать косметику, тоже будут счастливы. Всего, конечно, совсем немало, но открываем нижнюю теперь штуку. О боже, здесь, конечно, сложно, здесь во многом сложно, потому что здесь нарощенные ресницы, и здесь, по сути, только надо будет, наверное, сделать порядок, потому что это по-любому я не могу раздать, потому что мне это так или иначе нужно. Раньше у меня вот в этой штуке лежали такие одиночные винтифлюшки, видите, но сейчас хочу, короче, переделать и положить сюда что-то более функциональное, то, что я использую гораздо чаще, нежели чем те неодиночки, которые я вообще, по-моему, если использовала, то максимум один-два раза в своей жизни, так что это все пойдет на раздачу. О боже. Блин, пока не знаю, что в этот отсек положить, возможно, я положу потом в итоге туда тени, пока предлагаю его оставить и приступить к отделу ниже, а там, ребята, помады, помады, помады. Сейчас у меня в помадах логика такая, здесь лежат розовые оттенки, нюдовые оттенки и оттенки такой, так сказать, средний нюд, который и не розовые, и не коричневые, короче, непонятные. Вот, и это только такие помады здесь лежат. Сейчас я хочу вообще все помады раздать кому-то. Я не хочу, чтобы у меня было столько помад, я столько помад не использую. Использую только 3-4 помады. Не, ну это, конечно, полный трэш. Ну, типа, это реально трэш. В общем, у меня здесь есть пакет с мусором и вот такие вот коробки. В коробке я буду складывать в самую маленькую то, что нужно мне. Вот в эти и остальные буду складывать то, что отдаю друзьям. Какая у меня здесь будет логика? Все то, что необычных цветов, типа, там, зеленые и синие я буду оставлять себе, потому что мало таких образов мне это пригодится. Все, что нормальных цветов, но мало использовалось или вообще не использовалось, буду отдавать абсолютно друзьям. Ну, а то, чем я раньше пользовалась, но потом перестала в этом все это пойдет в помойку. Итак, получилось. Вот помойка, выкинула все лишнее. Здесь у меня то, что я себе оставляю, то есть вообще, ну, на фоне того, что было здесь ничего не осталось, это абсолютно нетронутые помады, то есть они даже в упаковках, вот видите, там они все запечатаны и это помада, которую я, в принципе, распаковывала, но один или два раза я их показывала или просто, ну, типа, сводчила. Сейчас покажу вам, например. Мне очень давно держать камеру рукой и доставать, но, например, вот давайте возьмем вот эту помаду. Ну, то есть по ней очевидно, что она не тронутая, потому что даже нет вот этих вот следов прикосновения губам, так что, скорее всего, делала просто сводч, когда я доставала и все. Ставлю сюда помады, потом разберусь со всеми остальными. так, смотрите, что я себе оставила. Я оставила себе все палетки Colorflop, потому что, мне кажется, это одни из самых классных палеток вообще и упаковки вот эти я безумно люблю, просто это реально краши моих палеток. Потом я оставила себе красную палетку Джеффри Старра, несколько палеток Мэйбеллин, я их очень сильно люблю, новую палетку Лайм Крайм, потому что я особо не пользовалась, не знаю, хорошо это или плохо, палетку Морфи, это моя одна из самых любимых палеток, это палетка Кейт Ванди, там нейтральная цвета, она прям вообще топовая. Это достаточно старая уже палетка, наверное, по-хорошему ее бы выкинуть, но я ее прям очень сильно люблю и упаковка мне тоже безумно нравится, поэтому решила пока оставить. Потом Ривьера от Анастейжа Беверли Хиллз, это просто невероятно классный состав теней, растушевка получается, даже если ты максимально криворук, очень сильно ее люблю. Ну, конечно же, святая палетка BTS, потом палетка Hello Kitty, которые мне очень нравятся, еще одна палеточка там от Maybelline, достаточно нейтральная, люблю ее, и еще одна палетка BTS, палетка Gigi Ходит Maybelline, и вот такая вот палетка, смотрите, с какими клевыми глиттерами от Colourpop. Они выглядят в упаковке не очень круто, но в жизни это просто что-то с чем-то, может быть, сейчас у меня получится вам продемонстрировать, вот тут краски-то кусок лежит. Видите, оно прям наслаивается, как какое-то жидкое золото, или я даже не знаю, с чем сравнить, то есть как будто хлопья какие-то, и выглядят очень эффектно и очень легко использовать. Вот эта коробка, она просто пугающе огромная, она просто гигантская, я бы хотела ее взвесить, но я вообще не представляю, как я буду даже вносить ее с комнаты, так что над этим еще предстоит подумать. Что ж, ребят, такое видео у меня получилось, обязательно будет продолжение, так что обязательно поставьте лайк, подписывайтесь на канал, и следите за моими обновлениями, а я пойду отдохну, и желаю вам тоже, чтобы у вас было очень много всегда косметики, и чтобы вы были рады, когда вы смотрите на нее и думаете, блин, вот у меня классно, потому что у меня косметол есть, а я вас очень сильно люблю, все желаю вам только всего самого лучшего, и всем спасибо за просмотр, и всем пока, до новых встреч. Сейчас ко мне придет стилист. Можно просто все сжечь, а? Нет, 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 все, до свидания. Обувь для стриптизерш. На самом деле, я бы выбросила здесь все. Вся моя жизнь была бы ДСМ-вечеринка, да? Помойку. Блин, неси мусорные мешки. Не буду нести, я не буду нести.